Сегодня в программе «Утро доброе» шеф-повар банного комплекса «Парим, жарим» делится секретом приготовления вегетарианской окрошки. Смотрим! То есть вместо мяса будет яблоко? Да. Гениально! Да, если вы готовите окрошку, весь смак, вся суть именно в свежих овощах и зелени, как можно больше зеленого. Мужчина готовит для себя, чтобы поесть, а женщина, чтобы накормить. Поэтому вкус блюд отличается. Окрошка – достаточно полезное блюдо и достаточно легкое. И очень низкокалорийное. Какой запах! Мамма-ми! Мы готовим всего небольшую тарелочку для себя. Вы, быть может, готовите для всей семьи целое ведро, поэтому будьте внимательны с пропорциями. Доброе утро, Караганда! Завтрак, казалось бы, но сейчас лето, а значит завтраки стали гораздо проще. Поэтому, пока вы завтракаете фруктами или чем-то подобным, мы с вами будем сегодня смотреть, как правильно приготовить вкуснейшую окрошку. Сегодня мы находимся в гостях у банного комплекса «Парим-жарим». Поэтому у меня новый повар, знакомьтесь, его зовут Илья. Приветствую! Ну что, поехали готовить вторую разновидность окрошки, и она у нас будет… С яблоком. С яблоком. Для вегетарианцев такая вот. То есть вместо мяса будет яблоко. Да? Гениально! Такого я еще точно не пробовала. Ну, давай, Илья. Начнем потихонечку, опять же, нарезаем огурчик. Угу. Я бы помогла, но я вот не уверена, что устроит моя нарезка, или мне нарезать редисочку? Нарезать можно, конечно. Возьму махоньку, редисочку. Я, когда готовлю окрошку дома, преимущественно режу все овощи мелко. Но обратила внимание, что некоторые вообще не заморачиваются. Как по мне, так лучше резать меленько, чтобы было вкусно кушать, да? Ну, для меня наоборот, чем крупнее кусок, тем интереснее, и тем больше привкуса можно от него получить. Ага, ну то есть сколько людей, столько и мнений. Да, конечно, в зависимости от человека. Тем не менее, Илья режет мелко. Нет, это еще крупно. Это еще крупно? Это крупно. Это очень крупно. Так я сейчас режу мелко или крупно? Средненько. Ох! Короче, я дилетант, ребята. Для окрошки с яблоком понадобятся все те же самые ингредиенты, но мы не добавляем ничего мясного. Ни колбасу, ни мясо. Мы добавляем яблоко. Яблоко лучше, чтобы было зеленым? Желазина зеленая, чтобы она давала кислинку. И мы туда еще добавим немножечко сока лайма. Вау! Вообще, окрошка это про что? Это про зеленое, да? Это все зеленое, да. Да, она должна быть больше овощная, чем мясная или яичная. Просто некоторые перебарщивают с яйцом, поэтому, друзья, мы... И с картошкой. Да, если вы готовите окрошку, весь смак, вся суть именно в свежих овощах и зелени. Как можно больше зеленого. Так, я подготовилась заранее, чтобы никуда не бегать. Подготовила тарелочку нашу гриненую. И я, наверное, уже могу в эту тарелочку выкладывать... Закладывать редисочку. Ой, какая тяжелая у вас доска. Я даже не знаю, я тогда вот так, можно? Для того, чтобы стол сильно не скользила, они делаются такими тяжелыми. Классная доска, на ней, я думаю, очень удобно резать мясо. Да, на ней, в принципе, удобно резать. Мне нравится, что все так небрежно, тын-тын-тын-тын. Вот это классно, вот на кухне так и должно быть. Убирать, конечно, потом, но сам процесс должен быть творческий. Вообще, приготовление любой пищи требует такого творческого подхода. И главное, с любовью. Вы всегда готовьте как для себя. Как кто-то говорил мне, что мужчина готовит для себя, чтобы поесть, а женщина, чтобы накормить. Поэтому вкус блюд отличается. Прикольно, да? Подумайте об этом. Я задумалась и начала готовить так, как будто готовлю себе, чтобы поесть сама. И действительно получается вкуснее. Так, шинкум, прям с кожурой режем яблочко. С кожурой, да, конечно. Потому что кожура в яблоке достаточно полезная вещь. Так. Здесь содержится большая, кстати, часть витаминов из яблока, чем в мякоти. Угу. Укропчик, начиная уже. Да, можно сразу его нарезать. У меня сегодня главная работа с укропом разбираться. Вообще, в целом, несмотря на то, что, казалось бы, здесь перемешано большое количество продуктов, окрошка достаточно полезное блюдо и достаточно легкое. И очень низкокалорийное. И очень низкокалорийное. Ну, если, конечно, готовить правильно, на сметанке. Ну, полкилограмма окрошки всего 340 калорий. Вау. Девчонки, вам на заметку, летом едим все только окрошку. И это даже с мясом. Ух ты. Ну, мясо – это белочек? Белочек на свои калории оно тоже имеет. Так что полезно вдвойне, я вот к чему вела. Я уже почти закончила с укропом. Чуть-чуть добавим горчицы. Сметаны. Горчицы нам дает немножко острый, да, привкус? Пикантности, больше пикантности именно дает. Разбавляет сливочный вкус своим вот растительной темой. Так я, конечно, не шеф-повар, но я тоже здесь немножко под этого, над укропом поколдую. Хорошо? По-своему. Хорошо. Главное, чтобы меня не выгнали с кучей. Главное пальчики держать, правильно. Так, прекрасно. Я добавила укроп сразу, можно? Да, можно. Так. И можно еще пару листиков мяты туда нарезать. Ух ты. Это вообще прекрасно. Пару листиков мяты, а мята туда зачем? Ее тоже будут жевать или она просто для запаха? Она для запаха, для привкуса. Чем мельче ее нарезать, тем вкуснее будет. Она будет отдавать свои аромамасла именно в заправку. А мята какая нужна? Обычная перечная. Перечная. Какой запах, мама миа. Мята, она ведь еще и успокаивает. С этого дня ем окрошку только с мятой. Хорошо ходить в гости. Не надо было закидывать? Надо было. Все надо, конечно. Илья, вы, пожалуйста, командуйте. Это же окрошечка. Все надо закидывать. Все будем потихонечку заправлять. Также сметанка, также минеральная вода. Горчица. Ингредиенты будут написаны у вас на экране, чтобы вы не запутались, что добавлять. Прекрасно. Я могу заливать. Заливаем водичку, да. И одновременно добавляем сок лайма. Немножко буквально. Так, хорошо? Да, все. Теперь подсаливаем обязательно. Все делаем по своему вкусу, на свое усмотрение. Нет каких-то определенных пропорций. Мы готовим всего небольшую тарелочку для себя. Вы, быть может, готовите для всей семьи целое ведро. Поэтому будьте внимательны с пропорциями. Цветы добавлять будем? Да, сейчас перемешаем, конечно, и будем добавлять. Я жду. Все. Красота. Можно украшать цветами. Я положу цветами. Я сегодня за флористой. Так, ну и какой-нибудь потемнеет. И добавим еще немножечко. Это, если я не ошибаюсь, горох. Да, это горох пророщенный. Микрозелень гороха. Ну что, наше блюдо готово. Мы туда добавляем щепотку любви. Друзья, готовьте с удовольствием. Ешьте правильную, полезную пищу. Кормите себя вкусно. Готовьте дома сами. Это точно проверенный вариант. Выглядеть хорошо и чувствовать себя классно. Ну что, всем приятного аппетита. И до скорых встреч. Обязательно. Редактор субтитров А.Семкин